Утром 12 октября в зале оперативных совещаний собрался практически весь личный состав Верхнесалдинской полиции. Николай Голубев огласил повестку дня. В повестке дня у нас ряд вопросов, которые являются, будем говорить так, основными и злободневными. Не будем здесь мы слишком много оперировать, я думаю, цифрами, остановимся на самых, так сказать, актуальных моментах. И представил присутствующим важных гостей. В работе нашего оперативного совещания принимает участие заместитель начальника главного следственного управления Филиппов Данил Владимирович, глава городского округа Нижняя Солда Матвеева Елена Владимировна, глава городского округа Верхняя Солда Ильичев Константин Сергеевич, прокурор города Нижняя Солда Карпачев Петр Владимирович и прокурор города Верхняя Солда Матвеев Андрей Александрович. Андрей Смолин, заместитель начальника полиции, зачитал отчет за 9 месяцев работы. В межмуниципальном отделе зарегистрировано 1374 преступления, что на 27% больше, чем в прошлом году. В форме дознания зарегистрировано 950 преступлений, в форме следствия 424 преступления. Силами сотрудников полиции удалось сократить количество имущественных преступлений с 559 до 478 преступлений. В течение 9 месяцев зарегистрировано 373 кражи имущества граждан, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Силами сотрудников полиции удалось сократить имущественные преступления, но за последнее время увеличилось количество преступлений в общественных местах. Анализ уличных преступлений свидетельствует о том, что основная масса преступлений совершается в выходные дни, в вечернее и ночное время. Основными проблемами, которые негативно влияют на организацию работы при раскрытии преступлений, является несвоевременное обращение граждан, невозможность составления субъективного портрета. В течение 9 месяцев выявлено 115 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых сотрудниками полиции выявлено 36 преступлений, что больше на 30% прошлогоднего показателя. В суд направлено 27 преступлений. Андрей Александрович в своем выступлении затронул тему экономических преступлений. В течение 9 месяцев не удалось повысить результаты работы по выявлению экономических преступлений, следствие по которым обязательно. На учет поставлено 21 преступление данной категории, в прошлом году их было 81. Проведенным анализом установлено, что работа в данном направлении не соответствует предъявляемым требованиям. Не выявлено ни одного преступления, связанного с коммерческим подкупом, присвоением или растратой чужого имущества, незаконным предпринимательством. А также на учет не поставлено ни одного экологического преступления. По окончании доклада Андрея Смолина с отчетами выступили руководители всех основных подразделений полиции. Но это уже происходило за закрытыми дверями.